В Барнаульском суде завершился процесс по делу электрика, которого обвинили в смерти ребенка. Родители первоклассника, погибшего на улице от удара током, сочли приговор слишком мягким. Удивительно, но подсудимый тоже так думает. Он сам пришел в милицию, чтобы отвести подозрения от своего товарища. До последней минуты Мария Кононенко сомневалась, оставаться ли на вынесении приговора. Снова выслушивать подробности гибели сына ей тяжело. Обстоятельства смерти семилетнего Никиты можно было бы назвать роковым стечением обстоятельств. Вот только, как установили эксперты, эти обстоятельства спровоцировал Электрик Морозов. Он бежал, и тут ехала машина. Он отскочил туда, ну вот, чтобы из грязи, и подскользнулся. Упал, а там провод же, как бы, вот с той стороны был, и по земле туда провод этот был алюминиевый, толстый. И он рукой, видимо, его затрясло, говорит... Никиту ударило током. Оголенный провод под напряжением по земле тянулся от столба к частному дому. Электрики ЖЭКа об этом не знали. От легальной сети избу давно отключили. За неуплату. Я хотел нормально подсоединиться. У меня провод вот туда он пошел. А он мне взял сюда вот подсоединил. Я нормально хотел подсоединиться. Да, незаконно, конечно. Хозяин дома, уверяет, провод протягивал не он. Помог знакомый. Имени, правда, его так и не вспомнил. Адреса тоже. Якобы при встрече был сильно пьян. Следователи не поверили. Хотели предъявить Андрею обвинение. Но электрик Алексей Морозов сам пришел в дежурную часть с повинной. Как он пояснил, хозяева дома, они не умеют подключать электричество. А он имеет какие-то способности к подключению. И они его попросили подключить. В суде мужчина не стал просить снисхождения. Ребенка я не верну. Смотри, большая была эта ошибка. Мать первоклассника ничего не ответила и спешно покинула зал заседаний. Позже от соседей она узнала, что электрика приговорили к 10 месяцам в колонии-поселении. Задолжавшего по коммунальным счетам владельца дома привлекать к ответственности не стали. Но Андрей Шадринцев уверяет, что его все равно мучает совесть. Мужчина хочет продать избу и навсегда уехать из поселка. Я не могу им сейчас в глаза даже посмотреть. Вы сами понимаете. А прощения просили? Да у меня нет прощения за это. Какое у меня может быть прощение? Артем Колодкин, Мария Солобева, Максим Крафт и Андрей Шаповалов. Телекомпания НТВ.